В этот не менее важный для образования день, чем 1 сентября, педагоги области пришли нарядными и заряжены оптимизмом. Исходя из того, что сегодня они услышат на конференции, будет складываться весь учебный год. В фойе участников форума встречали лучшие ученики школы области, наглядно демонстрируя, что деньги в образование вкладываются не напрасно. Впрочем, самое важное учителей ждало в зале. Встреча руководителя областного управления образования САТС Агендыков доложила о достижениях южноказахстанского образования. Для финансирования сферы образования из областного бюджета выделено 257 миллиардов 600 миллионов тенге. По сравнению с прошлым годом, эта сумма увеличилась на 19 миллиардов. Вместе с тем ведется строительство 79 объектов образования на сумму 31 миллиард 200 миллионов тенге. 29 из них будут завершены до конца этого года. О том, какие изменения с 1 сентября ждут учителей, рассказала представительница Министерства образования и науки. С этого года внедряется в школах республики масштабный пилотный проект в рамках преподавания английского языка. В этих целях более полутора тысяч учителей повышали свою квалификацию на специальных курсах, и они готовы к проведению пилотных уроков английского языка по новой программе. До конца года планируется подготовить еще 8 тысяч учителей по этому направлению из 1 по 11 класс. Согласно учебной программе, на один час увеличится количество уроков английского языка. Новый учебный год принесет и новый взгляд на профессиональное образование. В первую очередь это коснется обучения за счет государства. Как отметил Акимобласть Джансей Туймибаев, государство ежегодно выделяет до 15 тысяч образовательных грантов. Но востребованных специалистов больше не становится. В плане профессионального образования есть проблемы, и мы будем этим заниматься отдельно. Среди тех специальностей, на которые выделяются гранты, востребованных профессий немного. Нам сейчас нужно определить, какие работники больше всего требуются на рынке труда. На каких заводах, фабриках, в каких отраслях сельского хозяйства. В первую очередь на это нужно обращать внимание, на востребованность. Возьмите это себе на заметку. На какие специальности есть спрос, на те и будут в следующем году выделяться гранты. Также в ходе педагогической конференции трём учителям южноказахстанских школ руководитель области вручил ключи от квартир. Учитель информатики среднеобщеобразовательной школы номер 66 Казгурского района Жанат Мусаева работает в школе уже 15 лет. И такое внимание властей, считает преподаватель, придаёт хороший стимул в работе. Я хочу поблагодарить государство за оказанное внимание. Я считаю, что если у учителей дома будет своя крыша над головой и дома будет всё хорошо, то они и со своими учениками с большим удовольствием будут делиться знаниями. Большое всем спасибо. Кроме того, около 30 учителей были награждены благодарственными письмами, почётными грамотами и нагрудными знаками Ибрая Алтинсарина. Даня Архудайбергенов, Марат Давлетов, Ербулат Солтаев, информационная служба телекомпании «Утрар».